Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Максим, добро пожаловать на канал. И дело в том, что это вторая попытка записать видео. Я записал первый дубль и, в общем, 20 минут, оказывается, говорил с заглушенным микрофоном. Это значит, что я порепетировал и сейчас немного более оптимально вам всю инфу расскажу. А тема ролика сегодня это статы вашего персонажа. Что конкретно обозначают все вот эти вот цифры, в каких случаях нужно их разгонять, в каких случаях не нужно их разгонять. Если нужно разгонять, то какие. Что у нас важно по вот этим вот характеристикам, почему нам важны вот эти единички статов. И, конечно же, еще пройдемся по вот этому меню. Какие параметры здесь действительно являются важными, на что они работают, каким персонажам они нужны, каким персонажам они не нужны. Устраивайся поудобнее, можешь включить этот ролик где-то, возможно, даже на фоне, заварить себе кофейку и мы начинаем. Добро пожаловать в Линадж 2 Эссенс. Не зависть от других. Играй в одно окно, бафаясь самостоятельно. Не трать время на гринд, включая автобой, и персонаж прокачается сам. Боссы усилены. И теперь в открытом мире. Отвою их у всего сервера. Брось вызов Олимпу. Сражайся за звание героя каждый день. Играй бесплатно в Линадж 2 Эссенс на 4-гейме. Кстати, если хочется залететь жестко с новыми знаниями, которые ты получишь из этого ролика в Эссенс, может быть, если ты хочешь подготовиться к запуску серверов Project Evo на Руофе, обязательно используй ссылку в описании, по ней можно будет получить дополнительные бонусы и успешно стартовать в игре. Давайте для начала просто откроем меню с характеристиками персонажа. Открывается оно на букву Т. Вот это вот пока что закроем, потому что оно нам не нужно. Вот. Ну, физмагатака. Все понятно. Магические умения зависят от магической атаки, да. Ну, магические атакующие умения, да, если уж совсем душнить. Вот. Физические автоатаки и умения, соответственно, зависят от физатаки. Многие люди и почему-то, да, уверены, что, мол, количество физатаки не будет влиять на силу твоих скиллов. В действительности, так правда было на некоторых хрониках. В частности, так было на хрониках High Five. В Эссенсе, вот, и во всех сегодняшних версиях линеечки нашей любимой на Руофе, физатака на все физические скиллы влияет, в общем-то, напрямую. Вот. Ну, физзащита, магзащита, понятно, да. Чем их больше, тем меньше по вам будет прилетать урона. Точность, по большому счету, можете на нее внимания не обращать. Уклонение, опять же, такое себе дело. Это для каких-то продвинутых игроков тебе этим грузить голову особо не нужно. Ну вот. И дальше у нас идут параметры критов. Физ, крит, атака. Что такое физ, крит, атака? Максимум здесь можно разогнать 500, и это будет значить, что у тебя 50% вероятность автоатакой, значит, выдавать криты. Конкретно сейчас получается 36,9%, что при ударе с руки, да, не физскиллом, а с руки, этот удар будет критом. С магическими критами, в принципе, все примерно то же самое, только у магии нет автоатак, у магии есть только умения, и, соответственно, здесь 500 это максимальный параметр. Это значит, что половина всех умений магических, которые выдает ваш персонаж, если не принимать во внимание резисты, допустим, там других персонажей, то будет половина критов. Ну, по мобам, как правило, это будет четко половина критов, ну и можете, в принципе, видеть, что, ну, не меньше половины, да, табличка о том, что это сейчас была критическая атака, возникает с завидной регулярностью чаще, чем твоя пожилая потенция. Магические криты, во всяком случае, в ПВЕ, ты больше 50% вероятности критануть магией не разгонишь. Однако есть класс, который скоро появится на РОФе со следующим большим вновлением, это будет ДУХ, и благодаря его пассивным способностям ему можно будет разгонять до 70%, то есть как бы здесь будет 700, а не 500. Но это он единственный, кто может обходить данные ограничения. Далее, скорость атаки. Что такое скорость атаки? Это то, насколько быстро ты выдаешь автоатаки и на то, насколько быстро у тебя кастуются физические скиллы. Вот, и казалось бы, мол, разгоняешь скорость атаки, очень быстро выдаешь скиллы, как бы, и, соответственно, очень много ТПС. И, в общем-то, в большом количестве ситуаций с персонажами это будет именно так, однако всегда нужно обращать внимание на откаты. Если мы, допустим, берем такие классы, как Танк, как СВС или БД, у них есть два основных боевых скилла, которые очень быстро откатываются. И, как бы, у тебя пока откатывается один, ты бьешь другим, и наоборот. Вот, и, соответственно, для них откаты нужно в меньшей степени разгонять, для них хватает, в принципе, просто скорости атаки, и он просто очень быстро выдает эти скиллы, и у него все хорошо. Вот, со скоростью магии то же самое. В чем прикол, да, вот у конкретно моего персонажа, у СБ, вот, вспышка души. Основной боевой скилл, которым мы, в принципе, бьем мопов, да, я вот называю его сопля. Как бы, вот, сопля, 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 сопля летит и бьет мопчиков. И она всего одна, и кажется, что она откатывается очень быстро, но это из-за того, что на этом персонаже разогнан откат. Другими словами, если бы откат не был разогнан, эта сопля откатывалась бы какое-то, ну, ощутимое время. Ваш персонаж ударил бы моба или другого персонажа и тупил бы, стоял, пока не откатится этот скилл, понимаете, да? Поэтому разгон маг-атаки был бы бесполезен абсолютно. Ты и так уперся в откат скилла. Ты можешь разогнать дополнительно магическую атаку. Ты очень быстро кастанешь скилл, но будешь ждать после этого откат. Так и смысл, что ты его быстро кастовал, правильно? Правильно. Поэтому, опять же, нужно всегда отталкиваться от того, насколько у тебя все хорошо в плане юзабельности твоих скиллов, насколько нужно тебе вообще разгонять эту скорость атаки. Но я так скажу, что многие игроки недооценивают скорость атаки. На того же ДК, допустим, очень удачно было бы поставить Исашник на скорость атаки, потому что ему, в принципе, очень интересно с этим параметром играться, потому что много боевых скиллов, допустим. Ну, во всяком случае, прежде на ДК обстоятельства были именно такими. Ну, там, как бы, опять же, чем больше скиллов, то в единицу времени юзаешь, тем больше у тебя и расход маны, но это другая тема. В общем, что скорость атаки, что скорость магии, можно разогнать до 2000. Это максимальный показатель. Дальше не разгоняется все это дело. Скорость — это просто скорость передвижения. Больше там 250, по-моему, двигаться нельзя. Единственное, что сильфы могут разгоняться, но все равно авангарды, орки на собаках, они быстрее, потому что они не бегают, они просто прыжками могут передвигаться. За счет этого они обгонят кого угодно. Вот, по стихиям, в принципе, здесь все растет в плане там, когда вы раскачиваете ваших духов стихий. Тут я рекомендую, вы знаете, стоите, вот для вас хорошая локация, допустим, именно здесь. Да, здесь монстр стихии земли. Его, соответственно, нужно бить огнем. Да, у вас автоматом будет переключаться стихия. И, соответственно, для большого успеха здесь вам нужно просто подразогнать огонь, чтобы огнем вы били больше всего. Но это очень вторичный параметр, как бы и не совсем в тему обсуждения нашего сегодняшнего ролика. Здесь вот циферки, они особо ничего не значат в плане характеристик нашего персонажа. Далее интересная штука вот здесь. Значит, почему я разогнал мудрость и интеллект? Все очень просто. 50 единичек мудрости дает время при зарядке магических умений минус 10%, а для нас это очень важный параметр. Дальше все, что осталось, я просто в тупую упер на интеллект, потому что интеллект напрямую влияет на нашу цифру магической атаки. Понятно? Понятно. Если бы я играл, допустим, магом, у которого было бы две таких обилки, ну, я бы не упарывался в мудрость, я бы все вкинул в интеллект, как бы и мне было бы хорошо, потому что скорость магии разгоняется и другими штуками, да, там, какими-то вещами, допустим, из твоего инвентаря. А вот интеллект, это гораздо более ценная для нас в этом случае была бы штука. Но, как правило, практически все маги, они разгоняют сначала 50 мудрости, потому что всем практически магам нужны откаты, потом все остальное просто вкидывают в интеллект и не парятся. Как это происходит у физов, допустим, да, физы для начала разгоняют себе 90 силы, чтобы был бонус к мощности умений плюс 10%. То есть мало того, что ты получишь очень много физ атаки, потому что у тебя будет 90 силы, так ты еще получишь мощность умений, и это очень приятно будет влиять на потенциал ДПС от твоего персонажа. Вот. Далее, когда у нас есть 90 силы, если нам нужен откат, а большинству, опять же, физических персонажей нужен откат, мы можем еще докинуть в ловкость и разогнать ее до 60, чтобы у нас дополнительно еще время перезарядки физических уже умений тоже было поменьше, да, то есть мудрость у нас влияет и может сделать нам бонус на время перезарядки магических умений, ловкость может нам уменьшить время перезарядки физических умений. Все. В принципе, я все рассказал, что хотел по именно этому сегменту. Далее переходим в детали. Детали это, конечно, куда более глубокая и интересная штука, и здесь хорошо бы тоже знать некоторые закономерности. Допустим, у нас есть такая штука, как физатака. Физатака может прибавляться процентами, может прибавляться абсолютными числами, то есть процентами мы увеличим свою базовую физатаку, а абсолютные числа просто тупо плюсуются к ней сверху. Что интересно, да, физатака, в принципе, как некоторые другие параметры, у нас нелинейно растет. К примеру, у нас есть агатион, который называется агатион игнис, и он нам дает, кроме прочего, физическую атаку плюс 11%. То есть мы его снимем, сколько здесь должно стать? Ну, по идее, 47. Мы его снимаем и становится не 47, а 42. Почему? Потому что проценты перемножают сами себя. У вас есть базовый 100%, базовый 100%, как бы, да, изначальный 100%. И дополнительно мы еще 42 другими вещами докинули. И в итоге наши вот эти вот 11 от игниса, они превращаются не в 11, а в 16%, потому что у нас уже было 150. В общем, этот параметр перемножает самого себя, поэтому следующая ступенька игниса, она нам даст больше процентов, нежели чем в ней написано. Вот, значит, с единицами физатаки, ну, в принципе, тут тоже все понятно. Мы, к примеру, вот можем посмотреть там на талисман Адена. Вот он дает физатаки 200, да, вот у нас 6040. Снимаем, убираем 200, получается 5840. Здесь все понятно, здесь все линейно добавляется. С магической атакой то же самое. Единственное, что конкретно класс СБ, он увеличивает свою магическую атаку в зависимости от параметра физической атаки. Вы снимаете тот же Аден, который дает и физическую, и магическую атаку, да. Вот, 390 он дает магической атаке, 200 физической. И, соответственно, здесь у нас было 2300, и вроде как должно минус 390, да. Ну, практически 400, браться должно стать 11900, там, в районе 11900. И мы снимаем, и получается, что 11750 всего лишь становится. Почему? Потому что здесь физическое перерастает в магическую. Но это не значит, что нужно специально вместо магической физическую силу бустить. Нет, от прямой прибавки магической силы мы все равно получим больше. Смотрим дальше. Здесь у нас параметр зарядов души и зарядов духа. Он как бы тоже классный, он как бы тоже перемножается, он как бы тоже очень сильно влияет на наш итоговый ДПС, но его нечем бустить. То есть, если мы говорим про параметры физатаки в процентах, его можно вытащить из нескольких источников. Здесь все посложнее, да. То есть, конкретно урон от зарядов, активация, это у нас на нее влияет только камушек, который называется Оникс, да. Но в Ониксе как бы написано плюс 16. По сути, прибавляется гораздо больше. Вот обратим на параметр именно урон от зарядов души, активация 132. Мы вроде как убрали 16, а убралось 32. Почему? Потому что здесь все тоже иксуется, перемножается. И как вы видите, тут же у нас получился этот параметр. Обратно 132, обратно соска перезарядилась. Вот с магическими то же самое. И как бы это хороший параметр, но нечем его бустить. Что мы из этого выносим? Мы выносим то, что Оникс всегда очень хорошо чувствуется, всегда очень хорошо влияет на ваш дамаг. Если у вас есть 6, 7, может быть 8, то это вкусно, и это хорошо, и это в любом случае будет влиять на ваш урон, и будет вам вкусно. Здесь бонус к соскам от оружия, да. То есть здесь вот написано урон от зарядов души и зарядов духа плюс 9.8. Вот он плюс 9.8. Вот. Ну и здесь типа какие-то там может быть скиллы, или какие-то другие базовые характеристики. Даже особо не знаю. Вот, к примеру, у меня еще в пушке стоит ЛС на урон от зарядов души 2, и где-то, видать, еще есть, и в итоге получается 4. Но, в общем, это хороший параметр, но смысла на него запариваться нету. Ничего вы из него не вытащите, просто делайте себе Оникс получше. Вот. Единственное, что скажу, не ориентируйтесь на бонус к заряду от сосок, выбирая себе пушку. Это не тот параметр, на который стоит опираться. Гораздо важнее просто физатака и статы, которые ваша пушка может давать. Если она, допустим, РБшная и точеная, я, допустим, получаю 3 силы и 3 интеллекта, а у меня как бы и от физатаки добавляется ДПС к персонажу, и получается, что мне и силы нужны, и интеллект, и все это напрямую влияет на мою магическую атаку. Замечательно? Замечательно. Идем дальше. Значит, ну здесь какие-то бонусы к урону от ПВЕ, но это все такое, ничего интересного. Вот, мощность физумений. Мощность физумений. И мощность магических умений. Мощность умений в целом. Да, это один и тот же параметр. Видите, это здесь одинаковый бонус к нему абсолютно. Допустим, этот параметр дает Тарисман Властителя. Вот, мощность всех умений плюс 8%. Мы снимаем, и должно стать сколько? 80 и 5. В итоге снимаем, что оказывается 74,5. Вот почему? Потому что этот параметр тоже перемножает самого себя. Поэтому, чем больше у вас мощности умений, тем лучше будет для вашего персонажа в любом случае. Почему так и происходит? Ну, почему этот параметр важен? Да, вы можете ударить скиллом, и при этом вы либо кританете, либо не кританете. В случае, если кританете, применятся все бонусы к вашему критическому урону. Если не кританете, они, соответственно, не применятся. Но, конкретно, мощность умений будет срабатывать всегда абсолютно, и поэтому этот параметр тоже очень сильно важен. Здесь, в принципе, разобрались. Дальше переходим к защите. Ну, опять же, здесь в процентах и в цифрах по аналогии с физической и магической атакой здесь, в принципе, все понятно. Вот, какие-то сопротивления, какие-то минус уроны где-то там в ПВП, допустим, вот, получаемый урон минус 12%, который дает венец героя, он тоже где-то здесь учитывается. Допустим, серьга от стакана у нас еще может работать, да, она дает и урон, и защиту в ПВЕ, и, в принципе, нас тоже будет радовать. Здесь какие-то сопротивления отдельным видам оружия, в целом ничего здесь не вижу суперсложного, или что-то, что можно целенаправленно билдить на вашем персонаже, поэтому ладно. Вот, точность уклонения, опять же, смысла огромного нету, да, это скорее для продвинутых игроков, которые там разгоняют уворот от умений какой-то, но, опять же, его целенаправленно очень трудно разогнать, он буквально там БД может уворачиваться от умений эффективно, ПВ-шка может от умений уворачиваться эффективно, ребятки, которые там до того преисполнились, что качают ловкость на персонажа, чтобы у них было дополнительное уклонение от умений, ну, это там буквально там для половины процента от всех игроков, и, опять же, там все довольно просто. Вот, скорость, ладно, вот, шанс крит-атаки, давайте здесь обратим внимание, шанс обычной крит-атаки, то есть, что это значит? Это значит, что я подойду к мобу, ударю его с руки, а не умением, просто физ-атаку обычную произведу, и с вероятностью 50%, где-то, ну, не 50%, да, а 37 примерно процентов я критану, ну, а это идет бонус здесь к базовому значению этого параметра, в итоге у нас получается 36 и 9. Вот, далее у нас, смотрите, интересная, очень интересная штука, не очевидная, и не все игроки это понимают. Шанс крит-атаки физ-умений. Шанс крит-атаки физ-умений, он как бы не здесь находится, по аналогии с шансом обычной крит-атаки, он как бы 34, как бы вроде как только треть от всех физ-атак у нас, от всех критов физических умений будет срабатывать, однако давайте проверим это дело на практике, у меня есть физическое умение, вот пробивание души, оно наносит две плюхи урона, и давайте смотреть, да, то есть мы ударяем физ-крит-атака, физ-крит-атака, то есть два крита умений произошло, еще раз ударяем, опять два крита умений, еще раз ударяем, опять два крита умений, и еще раз, и еще раз, и еще раз, хотя параметр-то вот он, 34, и вот, и мы как бы кританули всеми. Почему так происходит? Потому что в зависимости от разницы в уровнях между вами и мобом, у вас может появляться как бы дополнительный шанс крит-атаки физическим умением, и это очень вкусно, и это очень хорошо, и это замечательно, вот, что это значит? Это значит, что когда вы ставите, допустим, исашник себе в пуху, играя там на гладиаторе, на тире, на ДК, на ком угодно, на физе, скиловике, да, имейте в виду, что вставить в пушку дополнительный шанс крита физ. умений вам, возможно, и не нужно. Подойдите к мобам, побейте их в ручном режиме, посмотрите, сколько действительно критов у вас вылетает в момент времени. Возможно, здесь у вас написано, что у вас как бы далеко не 100% критов, но на практике там как бы 100% критов, потому что мобы подобраны для вас оптимально. Поэтому имейте в виду, разгонять ваши криты не особо нужно. Так, ааа, блин, сервера выключают. Жесть, жесть, пацаны, а что делать? Давайте хоть как-нибудь добьем. Сила обычной крит-атаки, здесь все понятно, никто просто с руки не бьет, поэтому не обращаем внимания. Сила крит-атаки физ. умений и магических умений. Она тоже перемножает сама себя. То есть у меня есть венец, он иногда прокает, это значит, что у меня вылетает плюс 80% к силе критов всех умений, и у меня вместо 101 появится здесь цифра 260. Почему? Потому что параметр сам себя перемножает. Поэтому если вы играете, допустим, на ШЕ, у которого базовый есть ПОВ, который дает 40% к этому параметру, то все-все-все предметы на увеличение силы крита магического умения для вас сверх профитны, и в итоге вы разгоните этот параметр до очень больших значений. Так, восстановление. Ну, здесь тоже особо смысла нет запариваться. Да, единственное, что нам здесь интересно, это восстановление маны, потому что, как я уже говорил, автоатакеров нету, все бьют скиллами. Какие-то персонажи могут обходиться какими-то полумерами, какие-то персонажи, в принципе, в мане не нуждаются, какие-то персонажи всегда будут требовать себе серьгу Арфена на плюс 2, которая в ПВЕ даст нам бесконечный запас маны, потому что оно постоянно будет круто восстанавливаться. Вот. Другое нам не важно. Дальше. Время перезарядки умений. Ну, я, естественно, разгонял в первую очередь время перезарядки именно магических умений, да. Из-за этого у меня и сделан тот самый параметр на мудрость 50, который этот параметр и дает. Вот. Здесь в чем прикол? Если мы уберем отсюда ту самую прибавку 10% от мудрости, здесь станет не 42, да, как бы, а станет примерно 48. Почему? Потому что, в отличие от параметров, которые сами себе прибножают, этот параметр сам себя уменьшает. И добить, допустим, до 60% откат вот этих вот умений уже довольно-таки сложная задача. Это значит, что не все предметы на откат одинаково полезны. И если у вас уже много предметов на откат, то очередные 2% могут оказаться практически невидимыми в действительности для вашего персонажа. Поэтому сильно упарываться в откат огромного какого-то смысла на самом деле не существует. Разгоните его до каких-то адекватных значений, если ваш персонаж в этом нуждается. Дальше особо в него упарываться смысла нет. Вот. Здесь расход манны, ну, уменьшение расхода манны, это понятно. Ну, и здесь у нас всякие сопротивления и шансы в плане дебафов, проклятий и вот этого вот всего. Вот. И раз уж у нас сервера выключены, я думаю, мы, в принципе, разобрали все параметры, которые только можно было. Если у вас остаются какие-то дополнительные вопросы по всем этим параметрам, пишите обязательно в комментариях, может быть, сделаем второй выпуск на эту тему. Огромное спасибо за внимание. Начать играть тупо просто на Essence, потому что вам нравится Essence, или подготовиться на Essence к запуску Евы можно через ссылку в описании. Каждый, кто сделает себе там новый аккаунт, получит приятные бонусы для успешного старта. И все. Не забудь поставить лайк ролику, там подписаться на канал, может быть, и совсем скоро увидимся в следующих видео. Всем пока.